Первый вопрос. На иллюстрации изображена нога представителя отряда – стрижообразный, курообразный, воробьинообразный или дятлообразный. Пусть вас не смущает, что данная конечность у нас показана на какой-то поверхности на земле, поскольку все представители, грубо говоря, птиц, данных сообществ, они могут сидеть на земле и слетать вниз. Соответственно, мы с вами можем… Здесь у нас представлена какая-то конечность. Конечно же, вы абсолютно правы, потому что вы можете вспомнить, как выглядит у нас нога курицы или нога петуха. Отличительной особенностью у нас является то, что у этой конечности есть так называемая шпора. Посмотрите, вот такой вот вырост интересный у нас на лапе, благодаря которому многие бойцовские породы петухов используют даже для драк этот вырост. Так, а давайте сейчас для интереса просто посмотрим, каким образом, как у нас выглядят ноги других представителей. Для того, чтобы… Ну, на будущее, возможно, вы могли посмотреть, каким образом у нас выглядят вот ножки стрижа, да, соответственно, воробья и дятла. Очень интересным образом, посмотрите, у нас у стрижей лапки выглядят. Дело в том, что стрижи очень часто за вертикальную поверхность хватаются лапками и, соответственно, удерживаются, например, для того, чтобы в виде гнезда. Ну, а, например, лапу представителей дятлообразных мы можем узнать, потому что у дятлов два пальца смотрят вперед и два пальца смотрят назад. Это именно для того, чтобы дятел мог равновесие удерживать, например, державшись на стволе дерева, когда там долбит, да, соответственно, древесину в поисках там личинок. Так, далее. Изображенное на фотографии животное относится к костистым рыбам, хвостатым земноводным ящерицам или клювоголовым. Смотрите, на самом деле ящерицу можно очень легко отличить за счет того, что чешуя вот эта вот кожистая чешуя ящерицы очень хорошо проглядывает, очень хорошо распознаваема. Здесь, посмотрите, у нас достаточно блестящая кожа, и обратите еще внимание на хвост. Какой именно хвост? Хвост у нас расширенный к концу, да, это свидетельствует о том, что данный представитель свой хвост использует для плавания. То есть перед нами сейчас мы можем увидеть обыкновенного тритона. Он у нас здесь изображен. У нас тритоны относятся к хвостатым земноводным и могут проводить время не только в воде, собственно, но и на поверхности. Вот здесь он у нас на камушке пойман. Соответственно, вокруг вы можете увидеть там вот какой-то мох у нас, то есть явно влажная какая-то среда, и в какой-то влажной среде он у нас обитает. Земноводные у нас привязаны к воде, то есть далеко от водоемов они отходить у нас не могут. Поэтому здесь у нас вариант ответа B – это хвостатые земноводные. Здесь, когда нам даются картинки, и нам надо кого-то определить по картинке или по картинке дать правильный ответ, нам нужно с вами обязательно хорошенько рассматривать картинки, потому что мы на наше зрение все-таки очень сильно с вами надеемся. Далее, следующий вопрос. Спиральный клапан в толстом кишечнике у хрящевых рыб служит для увеличения площади поверхности всасывания питательных веществ. В данном возрасте содержатся островки лимфоидной ткани, которые выполняют защитную функцию для хранения пищи или для вынашивания яиц. Спиральный клапан – это такой внутренний орган. Он характерен для некоторых видов рыб, для круглоротых, у которых длина кишечника достаточно маленькая. Например, у акулы длина кишечника всего 2,7-3 метра. То есть для такой крупной рыбы это достаточно малое количество длины кишечника. И поэтому вот такой орган, как спиральный клапан, он увеличивает всасывающую поверхность кишечника. Соответственно, правильный ответ здесь «А». Вот таким вот образом он у нас примерно выглядит. На колбасу чем-то похоже. Такое вот что-то. Вот таким образом этот спиральный клапан выглядит. Выберите верное утверждение о животном, представленном на фотографии. У него отсутствует мочевой пузырь. Вырост на лбу возник в результате разрастания коры больших полушарий. Отсутствует крестцовый отдел позвоночника или семейники, расположенные в мошонке. Перед нами белуха, вид зубастых китов, китообразная. Особенность внешнего вида в том, что у него есть так называемый вырост на голове, который называется у ученых дыня. Видимо, он похож по форме, по внешнему виду. И это орган эхолокации. Потому что вы, наверное, знаете, что данные представители, они общаются между собой и вообще используют этот орган для того, чтобы изучать морское дно эхолокации. Значит, вырост, то есть этот вырост, он возник не в результате разрастания коры больших полушарий. На самом деле у данного представителя достаточно обыкновенный череп без костяных выростов. Потому что если бы у нас разрастался мозг, у нас бы увеличивался в первую очередь череп, черепная коробка. Соответственно, так как перед нами млекопитающее, у него есть мочевой пузырь, выделительная система у него стандартная для млекопитающего. Семейники у нас находятся в полости тела, так как мошонка у нас, у мошонки нет, у водных представителей. Ну и, соответственно, из всего вышеперечисленного мы можем сказать, что у нас единственный подходящий ответ – это отсутствие крестцового отдела позвоночника. Значит, посмотрите, пожалуйста, здесь у нас представлен скелет нашей белухи. Если вдруг на будущее нам понадобится, очень часто всевозможные вопросы встречаются именно распознать животное по его скелету, по внешнему виду его. И посмотрите, как у нас выглядит череп. То есть никакого выроста у нас здесь нет. На рисунке представлена механограмма сердечной мышцы. Определите по ней примерную сердечную продолжительность систолы желудочка. Ну и, соответственно, здесь мы можем на миллиметровке вот эту вот самую механограмму. И, соответственно, мы должны с вами узнать, сколько же у нас длилось лица систола. 1-2 десятых секунды, 3-4 десятых секунды, 6-8 десятых секунды или целую секунду. Если вы помните, то сердечный ритм у нас состоит из чередования систолы и диастола. У нас существует, соответственно, систола предсердий, систола желудочков. И у систола предсердий и у систола желудочков есть, соответственно, разная длительность. Вот этого сокращения систола, по-другому это сокращение предсердия и сокращение желудочка. Также у нас существует диастола. Диастолой у нас называется расширение или расслабление, соответственно, вот этой вот сердечной мышцы. Значит, систола предсердий у нас длится примерно одну секунду. Ну, систола желудочков у нас в среднем длится где-то 3 секунды. Ну и диастола, общая диастола у нас длится примерно 4 секунды. Это все мы можем с вами видеть на ЭКГ, на электрокардиограмме сердца. И в прошлом году было достаточно много вопросов именно связанных с ЭКГ. Но здесь у нас механограмма, соответственно, нам нужно определить по внешнему виду, сколько у нас лица систола желудочков. Определить ее мы можем, собственно, по внешнему виду вот этой механограммы. Посмотрите, здесь прекрасно все видно. Здесь специально дана миллиметровка. Миллиметровка дана для того, чтобы сами врачи определяли частоту сердечного ритма, длину систолы, длину диастола. Давайте рассматривать саму миллиметровку. Не зря я сказала, что здесь есть миллиметровка. Посмотрите, у нас здесь показано, сколько у нас длится... Ну, вот одна клетка равна какой продолжительности. Это 0,2 секунды. Ну и, соответственно, мы с вами смотрим на систолу желудочков. Вот эта большая кривая. Считаем, сюда входят примерно 3 или 4 клетки нашей миллиметровки. Соответственно, зная продолжительность систола желудочков, мы можем и, зная, сколько, значит, длится вот эта вот одна клетка сердечного ритма, мы можем с вами определить, что у нас здесь примерно 6-8 секунд длится систола желудочка. Но это еще не все, да. У нас очень любят про сердце всевозможные вопросы. И вот здесь есть следующий вопрос. Представим, что сердце, механограмма которого была представлена в предыдущем вопросе, было подвергнуто воздействию некоторого простимулированного нерва, после чего механограмма приняла вид, показанный выше. Масштаб тот же. Какой нерв это был? Соматический, симпатический, парасимпатический? Или это была совместная стимуляция симпатического и парасимпатического нервов? Наша вегетативная нервная система состоит из двух отделов, да. Это симпатический отдел, парасимпатический отдел. И эти отделы, они иннервируют одни и те же органы, но у симпатической, парасимпатической нервной системы, да, но отдела нервной системы есть разные немножечко функции. В большинстве своем симпатический отдел, он стимулирует наши органы, то есть он повышает частоту сердечных сокращений, он стимулирует выброс адреналина, повышает уровень глюкозы, да, соответственно, повышает артериальное давление и так далее. В то время как парасимпатический отдел, он уменьшает, да, частоту сокращений, понижает уровень глюкозы, да, снижает артериальное давление и так далее. Соматическая нервная система, у нас что-то про соматический нерв, да, тоже вопрос есть, она у нас участвует в основном в иннервации и контроле, собственно, кожи, суставов, опорно-двигательного аппарата человека, ну и вообще, да, людей, людей-животных. Значит, давайте мы с вами посмотрим на состояние нашей механограммы, что можно по ней сказать. Вот посмотрите, у нас достаточно механограмма изменилась по сравнению с прошлой. Вот мы по прошлой посмотрим, посмотрите она, какая у нас волнообразная, какие вот эти скачки, сердечные сокращения, какие они достаточно мощные, какие они вот, да, такие рельефные у нас механограммы. В данном случае, посмотрите, что у нас произошло с сердечным ритмом. У нас уменьшилась сила сердечных сокращений, да, посмотрите, какая у нас систола невыразительная и какая она, соответственно, маленькая, да. Диастола у нас здесь очень хорошо просматривается, и она достаточно длинная, длительная. Значит, по внешнему виду именно данной механограммы мы можем сказать, что у нас здесь был простимулирован именно парасимпатический отдел нервной системы, то есть парасимпатический нерв, который иннервирует сердце. Органы дыхательной системы животных очень интенсивно пронизаны капиллярной сетью. Такое строение необходимо для нагнетания полости дыхательного органа, для улучшения растворения газа в крови, увеличения площади поглощения газов, их попадания в кровь, всасывания питательных веществ в газообразном, или активное сжатие и расслабление дыхательного органа, что способствует прокачке воздуха. К органам дыхания у животных у нас что относится? У нас относится бортовая, носовая полость, ну, чаще носовая полость, гортань, трахея, легкие. Если мы будем с вами говорить, да, про высокоразвитых животных, то у нас тут появляются бронхи, появляются плевра, дыхательные мышцы, которые помогают у нас нагнетать воздух в легкие. Ну, и вообще само по себе объем легких, если мы смотрим, да, допустим, на животные легкие, на легких животных, там, да, они у нас не очень большие, но при этом именно объем в качестве обработки всасывания вот этих, всасывания насыщения кислородом у нас легкие достаточно объемные. Почему? Дело в том, что легкие в большинстве своем представляют собой ветви бронхиального дерева, бронхиолы и, соответственно, альвеолы. Они представлены такими пузырьками, пузырьками эпителиальными, которые у нас очень сильно пронизаны капиллярами. Капилляры несут в себе, соответственно, кровь. Из этой крови в легкие у нас поступает углекислый газ, а кислород, соответственно, поглощается эритроцитами, поглощается кровью и, соответственно, переносится по всему организму животному. Также можно, да, и про людей сказать. У людей такая же схема. Так вот, что хочется сказать. Вот это количество капилляров, да, оно не влияет на нагревание органов дыхательной нашей системы. Вообще за согревание воздуха у нас отвечает, соответственно, носовая полость и гортань. То есть в процессе дыхания, пока у нас воздух доходит до легких, он у нас согревается. Так, простите, сейчас я приму человеку. Так, всасывание питательных веществ, да, через в газоразном состоянии у нас не происходит. У нас происходит именно газообмен, то есть кислород и углекислый газ. Соответственно, у нас в легких находится в большинстве своем. Поэтому правильный ответ у нас здесь – это увеличение площади поглощения газов, да, и попадание, соответственно, их в кровь. За активное сжатие и расслабление дыхательного органа, соответственно, у животных, у большинства, да, животных, если мы будем говорить, допустим, про млекопитающих, у нас будет отвечать дыхательные мышцы. Это диафрагма, да, межреберные мышцы и так далее, для нагнетания кислорода, да, воздуха в легкие. Поэтому правильный вариант у нас здесь – так. В. Если кратковременно пережать общую сонную артерию с двух сторон, справа и слева, то наиболее вероятно это приведет к повышению системного артериального давления, снижению системного артериального давления, повышению уровня глюкоза в крови или снижению уровня глюкоза в крови. Сонная артерия, да, это достаточно крупный и достаточно важный кровеносный сосуд, который у нас транспортирует обогащенную кислородом кровь от сердца непосредственно головному мозгу. Что же будет, если нам пережатие с двух сторон? Ну, во-первых, если это достаточно кратковременное пережатие, то человек у нас просто теряет сознание от нехватки кислорода в головном мозге. То есть у нас просто отключается сознание. Если же это будет достаточно долгосрочное переживание сонной артерии, то примерно через минуту, ну там чуть больше минуты, у нас начнется негативное влияние на клетки головного мозга в связи с кислородным голоданием. Соответственно, за три минуты головной мозг отмирает. Есть, кстати, вообще такой замечательный принцип, принцип трех, если вы знаете. У нас цифра три, она вообще такая магическая для человеческого организма. То есть теоретически человек может три минуты прожить без кислорода, то есть без потери жизни, грубо говоря. Конечно, если две минуты прожить без кислорода, если не будет поступления кислорода к головному мозгу, у нас пойдут необратимые процессы отмирания тканей головного мозга. Три дня без воды может прожить человек при условии, что у него не будет повышенной температуры окружающей среды, иначе это будет меньшее количество. И три недели без еды. Соответственно, за три дня у нас происходит обезвоживание организма, и, соответственно, человек погибает. Три недели без еды, ну тут понятно. Соответственно, если же у нас вот это вот происходит пережимание сонной артерии, какой у нас будет механизм ответа организма на недостаточное количество кислорода в мозгу? То есть у нас в первом случае организм просто повысит системное артериальное давление очень сильно для того, чтобы, возможно, протолкнуть все-таки кровь с кислородом к мозгу. Вообще, если мы будем говорить про кислородное голодание мозга, в случае, например, пережимания сонной артерии, или у нас бывают всевозможные, случаются у людей бляшки попадают, образуются в артериях, или у нас оторвался тромб и попал куда-то, закупорил какую-то небольшую артерию в головном мозге. Вообще, вы знаете, интересный факт. Когда ткани погибают от кислородного голодания, они погибают не от того, что им не хватает кислорода, а из-за того, что у них переизбыток углекислого газа. То есть тут самое главное не то, что насыщать кислородом мозг, какие-то органы, хотя это очень важно, а нам нужно в первую очередь выводить продукты газообмена из тканей, из органов. Соответственно, правильный ответ у нас здесь будет А – повышение системного артериального давления. Так, далее. К белкам крови, которые синтезируются в печени, не относятся иммуноглобулин G, альбумин, фиприноген или фактор свертываемости крови 8. Сюда альфа-фенотропин, фитотропин, простите, да, относится у нас, сюда относятся факторы, стимуляторы свертываемости крови, да, то есть все факторы свертываемости крови, они синтезируются у нас именно в печени. Да, ингибиторы свертываемости, да, всевозможные там белки С и так далее, и так далее, да, и так далее, и так далее, белки носителя – это все у нас синтезируется в печени. Что же в печени из перечисленного у нас не синтезируется? Ну, то есть мы уже сказали, да, что у нас здесь в печени синтезируются все белки плазмы за исключением всевозможных глобулинов, да. Сюда относятся как раз-таки иммуноглобулин. Он у нас синтезируется не печенью. Он у нас синтезируется, он находится у нас в плазме крови человека и синтезируется у нас плазматическими B-клетками. Да, и он является у нас иммунитетом человека. Ну и, соответственно, человека защищает от всевозможных бактерий, вирусов и так далее. У нас существуют иммуноглобулины М и иммуноглобулины G. Кстати, когда, если вдруг кому-то из вас когда-то, соответственно, приходилось давать кровь, например, на коронавирус, да, вот у нас очень часто в последнее время сдают именно кровь. У вас показывали иммуноглобулины М и иммуноглобулины G, да, вот эти показатели, М-маркеры и G-маркеры. То есть иммуноглобулины G, они у нас появляются в момент выздоравливания, когда у нас, в принципе, уже вирус, да, побежден. То есть у нас еще происходит заболевание, у нас еще организм борется, но появление иммуноглобулинов G уже говорит о том, что у нас вирус, там, какое-то заболевание сходит на нет. Иммуноглобулин М у нас появляется именно в тот момент, когда у нас идет активная выработка, соответственно, этих иммуноглобулинов клетками организма, лимфоцитами, и, соответственно, огромное количество лимфоцитов у нас борется с захватчиком, с вирусом. Вот эти иммуноглобулины, они у нас помечают вирус, который впоследствии будет съедаться, побеждаться, соответственно, иммунными клетками организма. Так, я не знаю, обсуждается ли у вас на занятиях, как-то сказать, были ли у вас темы именно половой системы человека, да, но вот вопрос такой, в состав секретной железы не входят. Ну и варианты. Простагландины, минеральные вещества, сперматозоиды и липоидные зерна, лицетиновые зерна. Предстательная железа, как вы знаете, она у нас существует и вообще, да, есть только у мужчин, да. Ее часто называют простатой, это вот эта предстательная железа, и она занимается тем, что она вырабатывает специальный секрет, который у нас нужен для дальнейшего оплодотворения в яйцеклетке. Что из себя представляет вот этот секрет простательной железы? Ну, во-первых, он у нас состоит из воды, примерно там на 90%. Также туда входят всевозможные, всевозможные минеральные вещества, такие как калий, кальций, натрий, цинк, там всевозможные фосфаты, всевозможные там белковые вещества, а также туда входят клеточные элементы, эйкоциты, эпителиальные клетки, да, и также туда входят в обязательном порядке липоидные зерны. Они нужны, вот этот вот секрет предстательной железы, он нужен для того, чтобы сперматозоиды не теряли свою подвижность, ну и плюс для того, чтобы как бы создавать питательную среду именно для сперматозоидов. То есть сами сперматозоиды, они в предстательной железе никаким образом не образуются. Они преобразуются у нас в яичках и, соответственно, в специализированных клетках, да, яичек. И этот процесс, как бы это сказать, создания сперматозоидов у нас называется сперматогенез. Соответственно, секрет поступает к сперматозоидам в яички для того, чтобы они находились в живом подвижном состоянии. А от подвижности сперматозоидов у нас зависит оплодотворенность, ну, процесс оплодотворенности яйцеклетки. То есть, соответственно, если вдруг в организме идет какое-то воспаление или идет нарушение какого-то, да, там, минерального состава, да, каких-то вот веществ не хватает, то подвижность сперматозоидов может, соответственно, падать. Это достаточно такой, такая большая проблема. Ну, и, в принципе, секрет предстательной железы у нас составляет примерно 1 третий эякулянта, 2 трети – это, собственно, сами сперматозоиды. Ну, соответственно, правильный ответ у нас здесь будет В. То есть сперматозоиды в предстательной железе у нас не образуются. В иллюстрации изображена стенка мочеточника, фаллопиевой трубы, матки или бронхиолы. Мочеточник у нас относится к выделительной системе, да, фаллопиевая труба – это к репродуктивной, да, системе, собственно, как и матка. Бронхиола у нас относится к дыхательной нашей системе. Соответственно, все эти элементы у нас отличаются эпителиальным слоем, то есть эпителии мочеточника, фаллопиевой трубы, матки, бронхиола – они совершенно разные. Если мы вспомним с вами анатомию, то в фаллопиевых трубах у нас находится так называемый, да, как-то ресничатый эпителий, благодаря которому вот эти вот реснички помогают яйцеклетке, которая у нас выходит из фолликула, добраться до матки. И, соответственно, если вдруг оплодотворение происходит фаллопиевой трубе, то оплодотворенная яйцеклетка будет направляться к матке и прикрепляться к матке, к эпителию матки. Эпители матки у нас достаточно толстый, да, вот здесь мы можем видеть, что у нас эпители здесь достаточно такой, не особо толстенький, да, эпители матки, он будет очень достаточно большой, такой мясистый, толстый для того, чтобы обеспечить как бы питательными веществами и всевозможно, ну, то есть как бы питать оплодотворенную яйцеклетку. Так, у бронхиолы. Бронхиола тоже у нас будет так называемый ресничатый эпителий мерцательный, да, вследствие чего у нас как бы внутри бронхиола будет происходить такое, как волнообразное, как это сказать, сокращение этого эпителия, будет такое ощущение, как будто волны идут, да, по там воде или как будто бы ветер идет по траве, то есть у нас вот в колышце. Сейчас я вам покажу эпители разных органов. Собственно, первое, вот здесь вы можете увидеть в виде такой звездочки, это у нас эпителий, ну, внешний вид и эпителий мочеточника, второй вот такой какой-то на качан капусты в разрезе уж, простите, да, у нас это фаллопиевая труба, третье – это вы можете видеть матку, соответственно, с вот этой вот достаточно большой, не эпителий, простите, это слизистая, слизистая оболочка матки достаточно такая, будет она несистая, широкая, большая, и последнее – это вы можете увидеть, соответственно, здесь бронхиолу, вот с этим вот мерцательным эпителиям. А теперь рассмотрите, пожалуйста, изображение и скажите, на какую структуру у нас больше всего похожа вот картиночка ваша. Ресничек мы здесь не видим. Если в фаллопиевой трубе, посмотрите, здесь они вообще просто такие огромные, то есть тут этих ресничатых или мерцательных вот этих эпителий даже не видно, то есть их нет. Соответственно, если нет у нас ресничек, то у нас реснички – это для чего вот этот мерцательный эпителий нужен? Например, в случае с бронхами он нужен для того, чтобы выводить из бронхиол, из бронхов процесс секреции, то есть секрет, да, который может, да, образовываться вот эта вот слизь и, соответственно, скапливаться в бронхах, тогда мы чувствуем хрипы, тогда мы чувствуем, да, дискомфорт, мы можем кашлять, у нас может быть сухой кашель вследствие того, что у нас слизь вот эта вот, которая в бронхах скапливается, она у нас сухая или наоборот, да, там, булькающие всевозможные звуки. Соответственно, правильный ответ у нас здесь будет А. Перед нами представлена иллюстрация, на иллюстрации представлена стенка мочеточника. На самом деле было очень тяжело искать именно мочеточник, потому что везде он, ну, изображен по-разному, очевидно, у всех все-таки мочеточник имеет немножечко разный вид, да, потому что это вполне нормально, что у людей немножечко, там, у животных, да, по-разному выглядит одна и та же структура. На всякий случай, да, посмотрите еще раз на изображение вот этих вот органов, потому что, возможно, ну, такой вопрос у 10-11 классов 100% будет с микроскопией тканей. По крайней мере, вы будете знать, вот как у нас фаллопиевые трубы, да, выглядят, что они такие вот какие-то, говорит, по мне он похож просто на срез, там, качан пополам разрезали, вот вам микроскопия. Некоторые взрослые люди не могут потреблять молоко в больших количествах, так как не имеют активной лактазы. Такой симптом будет наблюдаться в случае потребления таким человеком больших количеств молочного сахара. Диарея, который симптом не будет наблюдаться. Диарея, повышенное газообразование, снижение смолярности экскрементов или повышение кислотности экскрементов. Есть, кстати, люди, которые прекрасно пьют молоко и даже в зрелом возрасте. Все дело в том, что если человек не прекращает потребление молока в течение жизни, то, соответственно, у них лактоза будет усваиваться. Ну и ферменты тоже будут у нас выделяться. Чаще всего люди перестают употреблять в пищу молоко в промежуток между 12 и 18 годами. Ну и, соответственно, там даже нескольких месяцев отказа от молока хватает для того, чтобы у нас организм утратил функцию перерабатывания, переваривания, соответственно, молока. Есть такая, кстати, очень интересная особенность, как непереносимость лактозы. Соответственно, когда человек может прекрасно есть кисломолочные продукты, йогурты, твороги, творог, творог, но при этом от молока у него возникают всевозможные очень неприятные последствия. Ну а что же не будет наблюдаться, собственно, из перечисленного? Что значит снижение осмолярности экскрементов, да, если вдруг вам интересно? Если у нас... Соответственно, стул у человека будет более жидкий. Это осмолярность, это количество растворимых в моче или в кале каких-то минеральных веществ вместе с водой. То есть, соответственно, как вы понимаете, если у нас повышается осмолярность экскрементов, у нас просто... Ну, стул становится более жидкий. Снижение осмолярности, это, как вы понимаете, он становится более плотный. Прекрасная, да, тема? Замечательно обсуждаем ее. В случае того, что если человек в большом достаточном количестве будет употреблять молоко при непереносимости лактозы или молочного сахара, в первую очередь у человека будет наблюдаться диарея. И в том, если человек употребляет молоко при непереносимости лактозы. Ну а вот о снижении осмолярности экскрементов у нас не будет наблюдаться. Скорее всего, такой симптом у нас будет наблюдаться, если, например, у человека наблюдаются первые признаки обезвоживания. Соответственно, пластическая анемия – это заболевание, которое характерно для кровеносной системы. Ну и оно характеризуется нарушением кровотворенной функции костного мозга. Ну и, соответственно, у нас в недостаточном количестве будут выделяться эритроциты, возможно, тромбоциты или только эритроциты. Соответственно, причины могут быть, например, химические вещества. Если у человека в большом количестве попадает в организм мышьяк или тяжелые металлы, бензол и так далее, то есть чаще всего нарушение именно такой анемии бывает у людей в опасном производстве с какими-то вредными веществами. Потом у нас происходит данное нарушение при лучевой болезни или при ионизирующем излучении, то есть радиация на человека действует. Всевозможные лекарственные препараты, если они употребляются в спецконтроле врача, ну и в том числе существуют и аутоиммунные процессы, аутоиммунные заболевания. Соответственно, снижение в крови концентрации горморона, стимулирующие образование новых эритроцитов, на самом деле вот это угнелетение кроветворной функции костного мозга, это, понимаете, мозг перестает воспринимать вот эти вот все гормоны, и он начинает работать неправильно. То есть на самом деле гормоны будут выделяться в прежнем количестве, просто костный мозг будет работать с нарушением. Значит, остаются два варианта. А или Б – повышение артериального давления или снижение емкости крови. На самом деле давление никак, ну то есть вот анемия, она никак не влияет на артериальное давление. Значит, здесь будет наблюдаться снижение вязкости крови. С анемией у них достаточно жидкая кровь. И, наоборот, другой вариант. Значит, если берут кровь у людей, которые живут в горах, достаточно высоких, там каких-то, как это сказать, высоко, в горах, где недостаточное количество кислорода, у таких людей кровь будет очень густая за счет того, что эритроцитов там будет выделяться, больше для того, чтобы кислородом больше насыщать организм, в связи с тем, что там более разряженный воздух. Поэтому именно вязкость крови у нас будет зависеть от количества эритроцитов. Правильный ответ здесь у нас будет Б.